Сегодня дополню обзор, крипта наконец-то ожила, сходила она по плану на 33, пробила вот это последнее дно, и здесь была самая идеальная точка покупать, потому что это завершение импульса, тут вообще очень надежно на самом деле все это выглядит, у нас вверх пошел заходной, вниз коррекция, соответственно жду продолжения роста, но надо учитывать, что по крипте есть все-таки альтернативный вариант, все-таки что это коррекция и пойдем дальше вниз, крайне осторожно надо к ней подходить, но все-таки, все-таки основной вариант, что мы пойдем туда. Может быть не сразу, может быть вот такое, но сути не меняет. Короче, скупать любой откат в принципе выгодно, почему так, потому что везде на крипте импульсы вверх, везде низ коррекции идет, и S&P более-менее оживает, то есть мы им отдали нормальный такой рост, сильно конечно вчера лили, но на сливе S&P биток практически не падал, это уже хороший признак, это означает, что все понимают, что все равно эту штуку выкупят, и в принципе вот, вчера почти на 200 пунктов. Выкупили со дна, вообще за 4 часа, может чуть побольше, это вообще нормально, короче говоря, дальше вверх пойдет, скорее всего, только нужно определить, а что это, мы дорисовали или не дорисовали там фигуру, то есть, как я там говорил, мы должны были сходить за это дно, сберить все стопы, вот оно как раз-таки, и обратно все вернуть. Короче, ограбили инвесторов долгосрочных, но теперь они будут перехо заходить повыше, это означает, что они будут покупать, гнать цену выше и все такое. Но все-таки тут бывают подвохи, может быть действительно это отскок, но в данном случае S&P все-таки смотрит на 4,420 как минимум, просто вниз коррекция идет, а тут, наверное, череда заходных или еще что-то такое. В общем, трудно, на самом деле, сказать, там на мелких не особо понятно, но жду все-таки роста. Почему еще так? Потому что доллар должен пойти вниз в коррекцию, а коррекции пока что и не вижу. Соответственно, вот это вот движение мы должны увидеть, потому что здесь конечная диагональ, по идее, должна рисоваться, может быть она еще дорисовывается, конечно, но обычно после такого все возвращается вот сюда на 95.40, как минимум, а потом уже доллар пойдет вверх, вот там вот уже за S&P не отвечают. Так что вот пока доллару вот эту коррекцию не дал, в принципе, я думаю, все рынки могут расти вообще без проблем. Соответственно, нужно покупать еврика, тоже тут диагональку нарисовал, и вот куда-то вот сюда как минимум ехать. Соответственно, когда вот тут будет цена, вот это будет большой шорт, в данном случае я не вижу вариантов, как это расторговать, если только вот отскоки половить, надо еще подождать. Фунт тоже падает, ну как-то он падает, образно, но фунт что-то слабее выглядит, евро, он просто сильнее вылез, вот его покупать опасно реально. Канада там тоже что-то вверх идет, ну Канада там что-то такое вот может дать, трудно сказать на самом деле наверняка, но вот как тут рисовал, в принципе, сработало. Тут треугольник большой, где-то вот тут между походим, то есть 1.30 быкин должно с этого захода, на 1.29 вполне. Так, что еще? Рублю интересная картина, все-таки мы пошли вот по этому варианту, заблесом вверх, и тут у нас критический уровень интересный есть, который нужно наблюдать. И он вот. То есть, если мы не пробиваем вот этот 80 с копейками, то этот треугольник означает, что пойдем вот так вот рисовать. А если пробиваем, то это конечная диагональ, то есть ложность объем стопы, потом вниз, большую коррекцию, так условно рисую. Короче говоря, реально рубли между вот этой ценой и 81 нужно покупать, вот как бы срана это ни звучало. Единственное, что я не гарантирую, что оно реально на 81 не сходит. То есть, что тут примерно такая широкая зона, чем выше заходит, тем больше рублей можно брать. Примерно так. Так, по золоту. Ну вот, сработала вот эта штука коррекции. Единственное, что мы не дали сюда вниз. Ну, тут уже похоже на какой-то треугольник. Ну, короче говоря, золото с огромной вероятностью 1848 даст. А там уже ничего не гарантирую, всякое может быть. Скорее всего, золото за евро ходит. Если евро пойдет вниз на 1.11, то золото будет плохо. И золото советую скидывать все, что в районе 1850 будет. Нефть. Нефть коррекция удала. Нефть идет вверх. Она может быть не завершена еще. Но учтите, что нефть с огромной вероятностью даст 88. По газу не нравится мне вот эта фигура вверх, которая идет. Ну, глобально он все равно пойдет сюда вверх. 4.50 и выше. Ну, что могу сказать. Это тоже. Ну, короче, крипту надо покупать любой откат. S&P хорошо выглядит. S&P там 4900 пойдет потом глобально. Вопрос в том, какая глубина этой коррекции. Точно ли она завершена? Тут уже ничего не гарантирую. Ну, а по доллару все-таки жду в ближайшее время ослабления. Пока S&P растет, пока крипта растет, я не думаю, что доллар будет сильный. В общем, такие пока идеи. И до следующей встречи.